Если вдруг YouTube заблокирует и ты не хочешь потерять связь со мной, то обязательно подпишись на мой телеграм-канал, ссылку на который я оставляю в описании. Я там выкладываю не только оповещения о новых роликах, но и рассказываю там жизненные истории, поищу разные новости по ММА и также мы с вами обсуждаем прошедшие поединки. Поэтому переходи и подписывайся. Пацаны, очень важное объяснение, как я выбираю бойцов. Во-первых, мне в этой игре нравятся не все весовые категории. Тяжелый, полутяжелый, средний, к примеру, я не очень сильно люблю и поэтому я просто, когда играю и эти веса доступны, я там просто апаю ПТС. Апаю я их разными стилями, да, которые, например, многим могут показаться неприятными. Но меня это не волнует, потому что это мой выбор, это моя тактика и в каждой весовой, за каждого бойца я буду показывать, каким образом я за него играю. Итак, пацаны, всем привет, с вами, как всегда, Антон и это открытие нового формата. Ну, по сути, я хотел сделать один такой ролик и показать всех бойцов в одном ролике, но сделаю серию из 10 роликов, в которых разберу бойцов, за которых я играю в разных весовых. Женские показывать не буду. Вот. Начинаю я с тяжелого веса. Да, здесь выбор огромный. Можно здесь выбирать, например, того же самого Прайм Оверима, но я не стал его выбирать, потому что за обычного я не играл. И в тяжелом весе не так сильно люблю спамить колено-локоть, я отдаю предпочтение такой тактике по тяжелому и среднему весу. Здесь я играл в основном за Нгану, чисто пробивая в голову, иногда, да, работая в корпус, если чувак хорошо уклоняется или хорошо держит дистанцию, но в основном это чисто голова. Нгану очень суперски к этому подходит, у него силы удара кулаком 100, скорость удара кулаком хорошая, у него стойка 5 звезд, он хорошо передвигается, работа ног, как вы видите, 93. Да, другие бойцы побыстрее, но Нгану помощнее. По грепплингу тоже все хорошо, здоровье и кардио. Ну, кардио проседает, челюсть очень хорошая для размены, есть показатель восстановления 91. Ну и лучшие приемы мы сейчас с вами посмотрим. И как мы видим, фресенс Нгану это феномен этой игры. Вы ни у одного бойца не увидите такие внутренние приемы, они у него 5 уровня. Это просто пиздец. Ноги можно не смотреть и все остальное можно не смотреть, пацаны. Нет, посмотрю только одно, это комбинации. Бокс 3 уровня это слабовато. Все, пацаны, на этом не зацикливаемся, я показал вам то, чем славит Снгану, то, что я буду использовать. Не хочу отнимать ваше время, потому что я буду играть именно голова-корпус, или голова просто. И пытаться ломать своих оппонентов в таком стиле, в тяжелом весе. Ну что, поехали. Первый соп. Неплохой пинг. Давайте выбирать. Устройство отключено. Устройство не хочется мы дружить. Сколько вообще у меня зарядки там, пацаны? Три звезды? Три звезды, шо я несу, блядь. Три палки, ё-моё. Это новый аккаунт, кстати. На щекольке у меня кончилась подписка, Ибра мне создал новый. И я начал потихонечку подниматься по рейтингу, для того, чтобы делать обзор и вот эту рубрику проработать. Ну что, смотрим, как он играет. Меочич хорошо передвигается на ногах. Какого-то хера он решил. Что от меня нужно крыть корпус. Промах, братан. Очень неприятно тебе будет, когда ты будешь такие удары наносить. Честно тебе скажу. Хорошо, с такой головой размениваться не стоит. Это будет ошибка, потому что я могу проиграть. Бля, я вообще не могу попонять сейчас, в каком стиле против него рубиться. Так, он перебегает только в эту сторону. Охренеть. Родители тебе говорили, что похож на собаку у Фурсика в такие моменты. Фурсика, которая на панели. Фурсика, которая на панели. Хорош. Сейчас будет комбинация через апперкот. Заклонились. Выстрелили. Перебежку в правую сторону. Ну, какая правая сторона, когда светофор погашен. Когда чувак не работает. Когда тока давным-давно нету. Сердце не бьется. Это Нгану. Ну, зачем какие-то другие бойцы, когда, если ты набираешь очки против каких-то средних игроков, можно брать этого бойца и люди, которые... Ну, он делал, пытался степ. Люди, которые вообще не пытаются уходить с линии атаки, которые не делают уклоны, которые тебя не проваливают. Они будут просто отваливаться. Вот и все. Как прыщики старые, которые засохли. И это кайфово. Да, в этом весе можно взять Оверима и играть колено-локоть. Можно клинчевать. Но, блин, почему-то именно в тяжелом весе мне всегда нравилось играть с Зангану. Вот в таком стиле. Бывает, что я беру какого-нибудь бойца из стиля Оверима или, например, Джона Джонса и работаю колено-локоть. Вот. Но в основном я работаю... Голова. Голова, голова, голова. Здесь сейчас точно так же будем пытаться бить. Если вдруг что-то изменится и наш соперник классно подстроится, мы Зангану даже не постесняемся пойти поработать в партере. Попытаться, например, сделать так, чтобы мы пробили ему корпус. Мы не постесняемся этого. Потому что Зангану он в тяжелом весе иногда раз и устал. И ты оказываешься в плохой ситуации. Так, подвижный дядька какой-то. Хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой. Как же хорошо только, что мы накидали ему по чердаку. Парень задерживается, а это плохо для него. Не бьем удары, которые мы видим, что мы не попадаем по ним. Ну, по сопернику. Хорошо. Еще раз. Блин. Ну, это все. Да ладно, мы отойдем. Мы думаешь, ну, нам принципиально. Не-не-не-не-не. Ты за свет не платил, поэтому видеть не будешь. Толчок может быть в корпус. То есть, который... Прямым, прямым. Просто бьем прямым. Прикиньте, у нас удары пятого уровня. Вы вот себе представляете это? У меня мощь больше сотки. Но мы устаем, как вы видите. Мы устаем. Но у чувака шипер крышится. Охереть, у чувака нет головы. Он ставит... Блок на корпус. Где твоя вертушка в корпус, засранец? Вот и все. Ну, а дальше... Дело времени. Очень круто. Очень круто. Поверьте мне, если вы научитесь правильно так видеть своего оппонента, именно его движение, то вот таких бойцов, игроков, которые сейчас были перед нами, вы будете их щелкать. То есть, Нгану это самый мощный боец по ударам. Ни у одного бойца больше нет. Ну, именно внутренних приемов пятого уровня. Такого количества и мощи 100. Ни у одного бойца, пацаны. И плюс ко всему этому, у него удары быстрые. 95 или 96 скорость ударов. Так. Высокорейтинговый игрок. И это может быть такая, знаете, проверочка моего стиля. Потому что многие игроки хорошо могут уклоняться. Поехали. Прекрасный соперник. Как тебе, браток, боковой такой пятого уровня. Нихерово он так начал. Если будет начинать с лоу-киков, мы будем пробивать сразу. Хорошо действует пока что. Он уменьшает, кстати, нашу мощь. Авто, я делал оттяжку, честно вам скажу. Хорошо. Хорошо. Ждем лоу-кика. Ну, блин, не успеваю. Тише. Хороший размен. Не торопимся. Мы зажимаем его. Он чувствует дискомфорт. А это самое главное для нас. Конечно же, колено я не бил. Очень много уворотов от него. Бля, он хорошо зачитал меня. Вот, после прямого я в очередной раз делаю ошибку. Вот, видите? Ах ты, я думал, что он не будет такую длинную комбо делать. Держим, держим. У него нету никаких страшных ударов с длинной дистанции. Держим нижний блок. Ну что? Соперник делает правильные вещи. Но поверьте мне, я вам скажу, когда начнется та грань, в которой я должен расслабиться. Сейчас, пока что, я могу еще проворонить Грогу. Мощную Грогу от его воротов. Посмотрите, как он превратил его хип в этот лейтинг. Ну, в конце концов, вы знаете, что он превратит эту дефенцию в офенцию. Но он, конечно, делает хорошую работу на дефенции. Они говорят о том, что он не хочет. Он получает его противоположные. Ах, если я на него... Вот она, блядь. Вот то, что я не должен делать. Ну, то это у вас и хорошая челюсть. Его сто процентов добавили, эту челюсть. Блядь, а что я делаю, Антон? Просто боковые хуяри, все. Я долбоёб. Я привык такой комбой бить. Хайкик. Блядь. Я хочу составить ему именно вот этот вот дискомфорт. Пока мне не нужно даже заморачиваться по корпусу. Мне нужна одна Грога. Очень крепкая челюсть. Если вы вспомните, как ребята сыпались, то вы охереете, да? Сколько он уже выдержал. Всё, понимаете? Я своего добился. Это всё хуйня. Ах-то, я делаю оттяжку, но она не работает. Всё. Всё! Сколько бы рейтинга не было, но я понимаю, что я его выиграю. Вот и всё. Эта тактика, она... Ну, она должна быть осторожной. Вы должны понимать, что если бы мы сейчас продолжали бы пропускать эти удары, я не подстроился бы. Я всё думал, что он перестанет делать слип-хук, но он его продолжал делать, продолжал делать, и я начал бить только боковые. Я перестал пропускать, а он начал, наоборот, больше принимать дэмэджа. И тем самым я его высек. Ну, вот такую вот нгану... Я не знаю даже, ещё сыграть один поединок, но мне хочется снять ещё за... полутяжёлом весе. За другого бойца. Вот. Наверное, на этом мы остановимся. Да, очень мало пропуска... Ой, попадаю, но поверьте мне, что... Это работает. Это работает. Но вы должны понимать, что у вас всё хорошо. Вот эти удары по корпусу, они меня не волнуют, пацаны. Он с каждой секунды чувствовал всё больше и больше дискомфорта. Больше и больше дискомфорта. Вот в чём прикол. И поэтому он и проигрывает из-за этого. Он не понимает, что он уплывает. Он должен был бороться. Он должен был сам переходить только на голову. Короче, вот такой получился ролик. Спасибо большое за просмотр. Ждите топ-9. То есть девятую строчку. Кто будет, пишите в комментариях. Если вы угадаете, будет прикольно. Это будет в полутяжёлом весе. А я пошёл искать первого соперника.